В Сочи осудили недобросовестную застройщицу Татьяну Ларионову, признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. 31 миллион рублей поступил в городскую казну. Это итоги курортного сбора. Об этом главе Сочи доложил руководитель отраслевого департамента. Слишком явные лидеры взволновали оргкомитет. В Сочи завершился чемпионат России в олимпийских классах я. В горах Красной Поляны установлен мировой рекорд в массовом прыжке с моста. Вызов в высоте бросили 26 человек. В Сочи осудили недобросовестную застройщицу. Оглашен приговор 43-летней Татьяне Ларионовой, жительнице Омска. В Сочи она вместе со своим знакомым занималась незаконным строительством. В результате была задержана по факту мошенничества в особо крупном размере. Татьяна Ларионова находилась долгое время в розыске и только в декабре 2017 года была арестована. Ранее в 2014 году ее знакомый Ситников был осужден за аналогичные преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы. Подсудимая совместно с Ситником, в отношении которого приговор обвинительный был вынесен Центральным районным судом 4 года назад, не выполнили взятые на себя обязательства по строительству домов, которые имели признаки многоквартирности. От их действий пострадало 56 человек. Это как жители города Сочи, так и жители других регионов. Земельные участки расположены в Центральном районе Сочи, на улице Патечная и на Лысой горе. У застройщиков не было разрешения на строительство многоквартирных домов, целевое назначение участков не было изменено, соответственно и не было никакой государственной экспертизы, разрешающей возведение строений. А тем временем в интернете размещалась реклама и квартирами в будущих новостройках активно торговали. Пострадало 56 человек. Люди, причем из разных городов России, вложили от 530 тысяч до 5 миллионов рублей каждый. Никто из них не получил квартир. Моя доверительница также продала квартиру и на эти деньги, все эти деньги вырученные, она вложила в это строительство. Причем сделки заключались с участием риэлторов и якобы все проверялось. Мошенниками было присвоено 78 миллионов рублей. Вернуть их полностью не получилось. Земельные участки находятся под арестом. Незаконное строительство пошло под снос. А сегодня оглашение приговора. Он пока не вступил в законную силу. У Ларионовой есть право в течение 10 суток его обжаловать. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Ларионову Татьяне Николаевне окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы без штрафа без ограничения свободы с одновременно наказания в исправительной колонии общего режима. Обманутые покупатели довольны результатом. Их следующий этап – борьба за свои сбережения. Гражданские иски по взысканию материального ущерба будут рассматриваться отдельно. Елена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. К другим новостям. В Сочи завершается пляжный сезон. Сейчас продолжается бархатный. Но уже сегодня можно говорить о том, что на курорте зафиксирован очередной рекорд по турпотоку. И основным фактором такого успеха считается преодоление фактора сезонности. За счет чего Сочи добивается круглогодичной посещаемости. О результатах работы управления курортов мэру доложил руководитель отрасли Сергей Дамарат. Фактор сезонности Сочи преодолел три года назад. Тогда курорт превысил рекорды советских времен и официально получил статус круглогодичного. И сегодня загрузка местных здравниц не ниже 70%, а то и больше, как, например, у санатория «Золотой колос». В летний период, имея 300 современных номеров, у нас проживает не менее 90% гостей. В межсезонье мы стараемся поддерживаться этой цифры, что у нас, в принципе, и получается. На сегодняшний день проживает у нас более 500 человек, которые получаются санатория на курортное лечение. Мы активно работаем по привлечению наших гостей, начиная от высокого уровня проживания и лечения. И также мы участвуем в различных программах, таких как «Открытый юг», «Южная здравница». И тем не менее, основным в Сочи считается летний курортный сезон. Это основное время отпусков и школьных каникул. Поэтому и работу над повышением качества услуг необходимо продолжать, подчеркивает глава города. Я понимаю, что мы самые передовые, самые лучшие в стране по качеству пляжных услуг. Но резервы у нас есть, и голубые флаги у нас должны быть не в шести наших пляжных территориях, а, наверное, более ста должно быть. И к этому нам надо стремиться. Есть и старая, но забытая, я считаю, несправедливая программа оздоровления трудящихся. И у нас эта программа называется «Открытый юг за здоровьем в Сочи». Вот как в этом году у нас идет работа по этим программам оздоровления трудящихся? Мы собрали на территории города Сочи всех заместителей глав муниципальных образований Краснодарского края и провели для них информационный тур по нашим объектам размещения и презентовали программу «Открытый юг» и «В Сочи за здоровьем». Все руководители были в восторге от наших здравниц, многие даже не бывали в них. Отзывы были только положительные. Не только с краем. Давайте по всем тем регионам, в которых мы бывали, давайте напишем письмо за моей подписью, где мы напомним, что были договоренности. И просим вас активизировать руководителей трудовых коллективов на выполнение наших договоренностей по программе «Открытый юг». Ну и последнее я хотел бы спросить, как идут у нас дела с экспериментом по курортному сбору и на какие деньги мы можем рассчитывать и что мы сделаем для улучшения нашей курортной инфраструктуры за эти деньги уже к следующему сезону. Планируем заменить лавочки на набережных на более качественные кованые лавочки. Еще хотим установить беседки. То есть, по сути, это та же лавочка, но с теневым навесом, для того, чтобы можно было в течение солнечного дня на ней отдыхать. Ну и урны поменять. Помимо этого, хотим установить в каждом внутригородском районе фотозоны, места притяжения для туристов. Также проанализировали наши пляжные территории. Есть места, куда необходимо добавить туалетные модули. Ну и основное мероприятие – это, конечно, замена покрытия велодорожки на Амеретинской набережной. С июля по декабрь за счет курортного сбора муниципалитет планирует пополнить городскую казну на 37 миллионов рублей. На сегодняшний день собрано уже 31 миллион. А впереди – горнолыжный сезон. И, согласно данным Ростуризма, бесспорное первое место среди запросов российских туристов на Новый год принадлежит Красной Поляне и Сочи в целом. Ольга Десятого, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Продолжаем. Сотрудничество России и Беларуси обсудили в Могилеве на пятом форуме регионов. Среди более 2000 участников – руководители высших органов власти и субъектов стран, в их числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Рабочая программа главы Кубань в Беларуси началась с раннего утра. Руководитель края принял участие в заседании под председательством спикера Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко. Центральным же событием форума стало пленарное заседание, которое провели Владимир Путин и Александр Лукашенко. Российский лидер отметил, что наша страна дорожит отношениями с соседней республикой и намерена наращивать сотрудничество по всем направлениям. Особенно хотел бы отметить то, что мы вместе с Александром Григорьевичем придаем особое значение, конечно, торгово-экономическому сотрудничеству, торгово-экономическим связям. Беларусь занимает первое место по объему товарооборота России со странами СНГ. На российский рынок поставляется половина всей белорусской экспортной продукции. В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть и достиг 32,4 миллиарда долларов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь отметил, что вопросом взаимодействия с Беларусью на Кубани уделяется особое внимание. По итогам пленарного заседания он заявил, что делегация нашего региона посетит соседнюю республику с бизнес-миссией. Потенциальные инвесторы смогут узнать о приоритетах в экономике края и ознакомиться с преимуществами ведения бизнеса на Кубани. Это станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества между краем и регионами республики. Будет способствовать увеличению взаимного товарооборота. Мы заинтересованы в развитии дальнейшего взаимодействия с республикой, в создании новых совместных производств, прежде всего в промышленности. У нашего региона схожа структура экономики и также развита промышленный комплекс. В нашем крае, так же, как и в республике, ставку делают на переработку. На территории Кубани работают 9 российско-белорусских компаний. Это и производство мебели, а также оптовая торговля парфюмерией, медицинскими препаратами и косметикой. Продукцию, произведенную в крае, активно экспортируют в соседнюю республику. Так, товарооборот Кубани с Белоруссией за полгода составил более 170 миллионов долларов. Дорожный ремонт, строительство офиса врача общей практики и благоустройство парков. С такими просьбами жители Кубани сегодня обратились к губернатору. Вениамин Кондратьев провел прием граждан по поручению президента России. Люди приехали из пяти районов края. Так, Марина Аксенова из станицы Воздвиженской попросила помочь построить новый офис врача общей практики, так как ближайшая амбулатория находится в соседнем населенном пункте в 13 километрах. Бригаду скорой медицинской помощи необходимо вызывать и ожидать из соседней станицы Тимиргоевской. И поэтому, конечно, как и для меня, как многодетной мамы, так и для всех жителей нашей станицы этот вопрос очень важен. Вениамин Кондратьев уверен, медицинское обслуживание в станицах и поселках не может быть хуже, чем в городах, а также должно учитывать специфику жизни селян. Я сам знаю, по своим родителям, то есть, как правило, никогда, то посадка, то прополка, то сбор урожая, то закрутка, то закатка. Знаете, вот настолько увлечены трудом с раннего утра до позднего вечера. Да, такой у нас уклад жизни, я согласна с вами. Офис врача общей практики однозначно должен быть рядом с ними. Поэтому вот максимально поддерживаю инициативу, притом каждого населенного пункта, даже невероятное количество, сколько там людей живет. Еще раз подчеркиваю, селянина сложно, это тащить к врачу сложно, даже практически невозможно. Но тогда врач должен прийти к селянину. Обратно в станицу Воздвиженскую Курганинского района Марина Аксенова отправилась с хорошими новостями. Новый офис врача общей практики должен заработать уже в феврале следующего года. Обновленная дорога и детский сад в Кировском сельском округе ремонтируют автомобильную дорогу Лазаревская-Тхагапши. Впервые за несколько десятков лет производится капитальный ремонт детского сада в Кичмайе. Аул Тхагапш находится в 84 километрах от центра Сочи. Отдаленность от города и горный рельеф привели к тому, что автодорога, ведущая из Кировского сельского поселения в Лазаревское, пришла в негодность. Но участок внесли в городской список. 17 километров трассы будут отремонтированы до конца года. Несмотря на все сложности, работы ведутся с опережением графика. Основные работы – это ликвидация просадок, выравнивающий свой, ямочный ремонт и устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Удаленность большая, машина добирается полтора-два часа, поэтому приходится с самого раннего утра и до позднего вечера. На объекте работает порядка 80 человек. Это вместе с водителями, с механизаторами и три звена рабочих. Шесть километров асфальтового полотна уже обновлены, а значит, больше половины работ выполнено. Средства на восстановление дороги выделены из краевого и муниципального бюджетов. Городские власти уделяют внимание и другим сельским проблемам, в частности, социальным. В этом году удалось впервые с момента постройки сделать капитальный ремонт детского сада в ауле Кичмай. Сад при мне за 8 лет капитально ремонтируется первый раз. Да и за последние 30 лет была тяжелая ситуация с финансированием, но в этом году сдвинулось с места. Сначала поменяли окна и двери на пластиковые. Вот теперь занялись уже и крышей, и фасадом. Работы по замене кровли и обновлению фасада ведутся ежедневно, но это никак не влияет на работу детского садика. Рабочие соблюдают все правила безопасности и стараются не шуметь, чтобы не мешать привычной жизни дошколят. Татьяна Говоркова, Арак Таян, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 16 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 21-23 градуса выше нуля. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. В гимназии номер 16 сегодня объявили день народного голосования. Школьники выбирали членов ученического совета. У школьников все как у взрослых. Все те же избирательные урны, бюллетени и даже наблюдательные комиссии. На любой вопрос ученики могут получить ответ от члена школьной избирательной комиссии. Мы даем избирательный список, чтобы они отметились. И потом мы даем бюллетени и они отмечают, за кого они голосуют. Получается вот такая веселая игра. Голосуют ребята исключительно на переменах. А месяцем раньше началась предвыборная агитация. Устраивали даже дебаты. В классах создается агитационная комиссия, которая занимается тем, что выдвигает своего кандидата. Ребята развешивают по школе листовки, проводят агитационную программу. На информационных стендах представлены программы кандидатов в президенты школы. Да и самих будущих лидеров можно встретить здесь же, в помещении для голосования. Моя предвыборная программа – это введение различных мероприятий для учеников, различных благотворительных ярмарок, а также обустройство зоны для отдыха самих учащихся. Лидеры школьного самоуправления – это огромная помощь для педагогов. В первую очередь в организации культурно-массовых мероприятий, в том числе районного уровня. Сегодня состоялся единый день голосования во всех общеобразовательных учреждениях города. Из победителей создадут ученический совет. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи прошли открытые робототехнические соревнования «Лабиринт». Их провели в городской станции юных техников. В соревнованиях приняли участие 38 команд из разных школ Сочи, а также медиатехнической школы Краснодара. Участвовали и воспитанники станции юных техников, на базе которой провели робототехнический турнир. Ребятам предстояло за наименьшее время преодолеть лабиринты и добраться до финиша. В итоге были выявлены лучшие в старшей и младшей возрастных группах. Кроме того, были вручены специальные призы, в том числе за волю к победе были отмечены и самые юные участники соревнований. В Сочи выберут лучшие песни ко дню города. Фестиваль «Мой Сочи, я тобой горжусь» стартовал в Адлерском районе. Площадь перед районной администрацией на один день превратилась в сцену. Это уже третий фестиваль «Мой Сочи, я тобой горжусь». Песни, стихи, танцы – здесь приветствуется любое творчество, посвященное городу. Концерты на улице Кирова будут проходить каждую субботу в полдень. На радости участникам и зрителям, в том числе и случайным. Вот сейчас я иду мимо и совершенно случайно увидела, что проходит конкурс, фестиваль. Валь в Адлере, устроила администрация, спасибо ей за это. Прекрасные песни, участвуют молодежь, красочные костюмы. Очень хорошие детские коллективы. Очень много хороших песен поют про город Сочи. 25 ноября здесь же у районной администрации состоится большой праздничный концерт. Ко дню города на нем выступят те, кого зрители в течение ближайшего месяца признают лучшими – танцоры, певцы, поэты и музыканты. В Сочи завершился чемпионат России в олимпийских классах яхт. В этом году он отметился ровной погодой. Чемпионы для классов 49, 49, FX, NACRA 17, MIXT и RSX у женщин были определены за день до финиша. Так как в этих классах участников было меньше 10, то медальные гонки по правилам не проводятся. Чемпионат удался. Очень хочется, чтобы было больше, с каждым годом больше борьбы. Потому что в некоторых классах у нас есть явные лидеры, а за ними пока никого нет. Нам хотелось бы, чтобы все-таки их было больше. В классе 49-й властвовали Ян Чех с Иваном Зотовым. Их отрыв от ближайших преследователей – 14 очков. Классные гонки, классный чемпионат. На самом деле я очень доволен. Все дни был ветер. У нас провели полностью всю программу, которую запланировали. И учитывая, что это была вторая регата в отборе в сборную в следующий год, вообще супер. В классе 49, FX на протяжении всей регаты бал правили Зоя Новикова и Диана Сабирова. В классе NACRA 17, MIXT, наилучшим образом себя проявили Максим Семенов и Алина Щетинкина. Шесть побед в восьми гонках. Результат в классе RSX у женщин был предсказуем. Марьям Сехпосян, выиграв все гонки, далеко впереди. Основная мотивация в том, чтобы сделать все круто и быть собой довольным. В заключительный день чемпионата состоялись медальные гонки. Они проводятся для десяти сильнейших экипажей в каждом классе. Первыми вышли на старт представители класса 470. Здесь, несмотря на непростые события, выиграли и заключительную гонку, и регату непререкаемые лидеры флота. Павел Сазыкин и Денис Грибанов. Все по плану, как планировали, составили цели и задачи перед собой. Выиграть этот чемпионат. Выиграли, все в порядке. Чемпионат в целом прошел, я считаю, отлично. У женщин с золотом Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская. У нас, в принципе, был большой запас, так что мы особо сильно не переживали. И даже в тот момент, когда Анжелика начала отмечать чуть раньше, чем планировалось, когда она в гонке нырнула на повороте, мы все равно воспринимали это спокойно и продолжили гоняться. В классе Финн очень уверенно провел регату Аркадий Кистанов. После первого дня он наступал Владимиру Круцких, но дальше вышел вперед и наращивал преимущества. На его счету 7 побед в 11 гонках. Аркадий ослабил хватку в медальной гонке, финишировал шестым, но, по словам спортсмена, запланировал провести заключительный старт регаты консервативно и осторожно. Запаса по очкам было предостаточно, а получить фальстарт не хотелось. Было достаточно драйвово, достаточно интересно. У нас все было очень близко. У меня при этом все получалось, и я прям очень доволен. Некоторые моменты были прям офигенно эмоциональные, это очень нравится. В классе «Лазер» верховодил Сергей Комиссаров. 7 побед в 10 гонках, в том числе и медальной, и 3 вторых места – это стабильность высокого уровня. В классе «Лазер-Одеал» довела регату до победы Валерия Ломаченко. Это первый чемпионский титул спортсменки. Как только ветер подходил, мы сразу выходили. Ни разу не было ни одной гонки, прям вообще в конкретный штиль. Все было адекватно и очень-очень здорово. Спасибо всем за это. Ну и на закуску чемпионата России на воду вышли виндсерферы RSX. Евгений Айвазьян отстоял свое звание чемпиона и сделал это с солидным преимуществом. Неудачным для Евгения был лишь первый день, когда он нахватал лишних очков. Затем спортсмен выправился, вышел в лидеры и уверенно проследовал к золотой медали. Готовился я серьезно. Такое мероприятие в России самое важное. И готов я был на 100%. В целом программа выполнена во всех 10 олимпийских классах. В «Лазере» и «Лазер-Одеал» было проведено по 9 гонок. В классах «Фин» и «470», где мужчины и женщины гоняются вместе, по 10, в остальных – по 12. В горах Красной Поляны установлен мировой рекорд в массовом прыжке с моста. Вызов в высоте бросили 26 человек. Их полет стал украшением фестиваля бейсджампинга в Сочинском скайпарке. На курорт съехались почти 50 экстремалов из разных регионов России, стран СНГ, даже из Бразилии и Соединенных Штатов Америки. Я уже два раза был в России и оба раза в Москве. В 2003 и 2004 году мы прыгали с Останкинской башни. И это мое возвращение в Россию. И я очень рад быть здесь, в Сочи. Это прекрасная компания, очень красивые виды. И когда ты поднимаешься на горы несколько часов и потом с нее прыгаешь, то есть в целом, в совокупности, это невероятное ощущение, которое я пока не ощущала нигде, ни в каком другом спорте. К прыжкам участники основательно готовились. На мост пускали только самых опытных экстремалов. Охотники за острыми ощущениями насладились панорамой Кавказских гор и Черноморского побережья. Сначала с высоты 207 метров, а потом из земли. Любители прыжков с парашютом находились в свободном падении около пяти секунд. И этого времени вполне достаточно, чтобы сделать несколько акробатических элементов. Международный сбор экстремалов в скайпарке стал традиционным. Он прошел уже в четвертый раз. Кубок России по настольному теннису проходит сейчас в центре спортивной подготовки Югспорт. Сборные команды регионов в Сочи борются за главный трофей турнира. Каждый день матча в групповом этапе – это жаркие баталии за теннисными столами. Сначала захватывающая борьба среди женщин, потом среди мужчин. В общей сложности соревнуются 32 команды. Среди них две московские сборные, они действующие обладатели Кубка. Понять, кто выиграет, и никто, думаю, не предскажет. Очень хорошая команда у хозяев соревнований Краснодарского края. Очень опытная, сыгранная. Пока они идут без поражений. И, в общем, у них тоже хорошие шансы на высокие места, скажем так. В женском турнире, наверное, я скажу, что главный лидер – это команда все-таки Москвы. У них очень сильный состав. Соревнования командные. Собрались лучшие теннисисты России. Среди них Яна Носкова. В сентябре в Испании она стала серебряным призером чемпионата Европы. Прошел только месяц, и вот нужно вновь подтверждать свое мастерство. И уж, конечно, бороться в дальнейшем за золото на международных турнирах. Конечно, захотелось теперь в личных турнирах, может быть, что-то большее показать на чемпионатах Европы. Когда выиграешь в Миндале, понимаешь, как это все реально, близко. И хочется больше-больше продолжать. То есть, несмотря, там есть какие-то даже травмы, то все это можно перетерпеть ради каких-то этих результатов. Не упустить свой шанс на победу. Так настраивает себя практически каждый участник соревнований. Пока же столичные спортсмены пытаются защитить завоеванные в прошлом году кубки. Впереди еще два дня бескомпромиссной борьбы и интересных матчей. В центре спортивной подготовки Югспорт постоянно проводятся либо тренировки, либо соревнования. Зрительских мест здесь очень много. Только 17 октября состоятся финальные встречи. С 10 до 15 часов можно прийти и поддержать спортсмена в борьбе за почетный трофей. Елена Авсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи впервые прошли соревнования по кикбоксингу на Кубок главы Сочи. Инициатором проведения турнира стала девятая спортшкола и городская федерация по этому виду спорта. В соревнованиях, которые прошли на базе Центра национальных культур Истоки, приняли участие более 100 спортсменов от 8 до 17 лет. Состязания прошли в разделах «Фулл контакт» и «Лайт контакт». За кубок главы города боролись сильнейшие атлеты, представляющие разные спортивные школы города. Отмечу, что кикбоксинг в Сочи – активно развивающийся вид спорта. Им занимаются более 500 детей. У некоторых воспитанников есть уже хорошие результаты. Они становились победителями первенства России, Краснодарского края, Южного федерального округа, а также первенства Европы и мира. Мы решили, что надо все-таки в таком плане открыть такие значимые соревнования, которые станут в дальнейшем традиционными и, как хочу еще раз подчеркнуть, значимыми в истории нашего города. И мы хотим продолжить, чтобы еще больше привлечь детей заниматься таким видом спорта, как кикбоксинг. Все-таки это спортивное единоборство, особенно для мальчиков. Они очень пригодятся, но у нас и девочки не отстают. По результатам встреч участники смогли повысить свои спортивные разряды, а лучшие спортсмены вошли в состав команды, которая представит наш город на краевом первенстве. Главный же трофей турнира, кубок главы города получили победители в каждой возрастной категории. Новый фитнес-кэмп открылся в Сочи. Вопросом физической активности и поддержанию здоровья большое внимание уделяют в санатории знания. Лагерь под названием «Место силы» призван привлекать последователей здорового образа жизни со всех уголков мира. Накануне в небольшом сквере санатория прошел своеобразный йога-флэш-моб. Так решили отпраздновать День психологического здоровья более 70 человек. Подробности у Татьяны Говорковой. Лечебно-оздоровительные программы санатория знания пользуются большой популярностью среди туристов. Основные профили санатория – лечение сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Недавно стало развиваться еще одно направление – физическая активность. Школа халлического плавания, пилаты, зуба. И вот добавилась у нас йога. И плюс будет одно из важнейших направлений в рамках развития санатория – это фитнес-кэмп. Он предназначен для людей, которые находятся в других городах, которые ведут активный образ жизни, но хотят путешествовать и продолжать делать физические упражнения. И мы для этого создаем всю необходимую среду. Вдох, поднимаем руки вверх и снова тянемся перекрестом вверх. Несмотря на раннее утро за улучшением физического и психологического здоровья, в санаторий «Знания» пришли более 70 человек. Это жители санатория и сочинцы, для которых фитнес – не просто мода, а правила жизни. Не так давно занимаюсь йогой, но мне кажется, это отличный способ проснуться утром, зарядиться энергией. После йоги, мне кажется, весь день у тебя идет на каком-то ровном, позитивном настрое. Это здорово. Йога уже давно стала популярным фитнес-направлением. Благодаря такой физической активности можно решить проблемы с заболеваниями нервной системы, органов кровообращения, дыхания и опорно-двигательного аппарата. Физическая активность, умеренная, с умом, если подойти, способна помочь человеку избежать заболеваний и способна помочь излечить какие-то заболевания. Фитнес-лагерь «Санатория Знания» работает с понедельника по субботу с 8 утра до 8 вечера. Узнать подробности и записаться на занятия можно по телефону 8-988-234-4362. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу.